Привет, ты смотришь Тойстер! Ретро-наборчики по микромашинкам из Звёздных Войн. До этого уже две коробочки мы посмотрели. Обязательно зацените эти ролики, потому что это, ну, знаете, не то чтобы очень крутые игрушки, но они весьма необычные. То есть это прям игрушки, которым много-много лет. Эти наборы 94-го года. И, как ни странно, купил я их на Озоне. Не уверен, что я когда-то ещё куплю что-то по микромашинкам. Это чистое везение, то, что мне подвернулись эти наборчики. Но эти три у меня в коллекции останутся. Я люблю ретро-игрушки, тем более особенно те, которых у нас в стране не было. Поэтому я прям, не задумываясь, схватил всё это дело и решил вам тоже заодно показать. Ну так вот, два вот таких набора с планетой Ход, где у нас был шагоход, как говорится, в рифму. И вот такой вот с Звездой Смерти мы уже посмотрели. Звездах Смерти мне, кстати, понравилась, довольно необычная штука. Сегодня же у нас последний наборчик, в котором будет, опять-таки, Икс-Винг. Зато здесь будет Магистр Йода на камушке. Будет снова R2-D2, правда, другой. Да, немножко другой. Будет Люк Скайуокер, Оби-Ван Кеноби, Дарт Вейдер снова. И вот такая вот планета Дагоба, где из болота тащили Бегемота. В смысле, тащили этот вот самый Икс-Винг. Ну так вот, что мы тут можем интересное подчерпнуть? Ну, из Империи наносит ответный удар. Здесь написано этот эпизод, но это понятно. Очень странная сцена происходит вот здесь. Ну, как минимум потому, что, смотрите-ка, у нас здесь Вейдер прячется за деревом. Что-то я такого в фильме не помню, чтобы Вейдер там стоял на Дагобе и прятался за деревом, чтобы напасть на Люка. Но арт, согласитесь, довольно классно, довольно миленько смотрится. Он смотрится олдскульно. Сзади показано что тут? Показано... Вау! А функций здесь гораздо больше. Это, пожалуй, самое интересное из всех наборов будет. Потому что здесь есть функция с поднятием корабля из болота. Есть крокодил, который выплевывает Р-2. Есть хижина Йода проработанная. Слушайте, огонь, кажись. А еще тут реклама других игрушечек. Вот снизу есть наборчики, которые мы смотрели отчасти, а которые нет. К сожалению, Эндор я купить не смог, а хотелось бы. Да и Татуин со знаменитой сценой тоже очень классный. А еще были вот такие вот Трансформинг Экшн Сет. Даже предположить не могу, что это такое, но смотрится довольно интересно. Вот такие вот фигнюшки, вот такие вот игрушки. Что-то я сегодня стихами говорю, раз этим завязывать. Давайте откроем и заценим. Открывать его придется, по-моему, с обеих сторон, чтобы можно было и фигурки, и набор достать. Но, я так понимаю, деталей тут довольно много. Самое главное, все это дело распаковывать очень аккуратно, чтобы ничего не повредить. Все же это ретро, и не хочется испортить. О, получилось достать максимально аккуратненько, это очень хорошо. Так, коробочку, значит, я пока поставлю на задний фон. Знаете что, я поставлю все три коробочки, чтобы они вот так красиво здесь стояли. Давайте представим, что мы в 94-м году, и мы смотрим обзор на еще не существующем ютубе, на игрушку, которая вышла в этом году. Так, фигурки позже. Давайте сначала сам набор, саму постройку. Так, здесь у нас крыша домика йоды, а здесь вот все скотчиком заклеено, чтобы можно было получить, отклеив его, доступ к основной части набора, к основной постройке. Что-то он никак не режется, какой-то слишком прочный скотч. Вау, вау, слушайте, слушайте, мое почтение, мое почтение. Так, что я сразу хочу отметить, похоже, здесь нет наклеек. Так, да, в этом наборе нет наклеек, это огромный, просто гигантский, несоразмерный плюс, поскольку в предыдущих были наклейки, которые были, ну, как бы, весьма уродливые, весьма высохшие и старые. Здесь же ничего подобного не наблюдается. Итак, нужно еще крышу домика йода распаковать, чтобы собрать полную конструкцию. По сути, вся конструкция уже вот в готовом виде у нас здесь, перед нами. Так, крыша ставится вот так вот. Он офигенный наборчик, вот именно как постройка, она просто офигенная. Она комплексная, она очень здорово раскрашена и выглядит. Здесь полно функций. Во-первых, есть вот такая вот штука, откуда появляется Дарт Вейдер. Ну, то есть, как бы, дерево мы такие поворачиваем, и вот там он может на подставке стоять. Далее, у нас есть вот такое место, куда крепится X-Wing, и мы его можем вот так вот поднимать. То есть, как бы, Люк Скайуокер поднимает его из болота. Такой, типа, ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня, пидыщ, поднял его. Так, ящички не снимаются и ничего с ними не делается. И вот такая вот хижина йоды. Ну, мой внутренний трипофоб сейчас немножко негодует, потому что вот эти дырки на ней выглядят очень противно. Но снимаем крышу, и видим, что тут у него весьма миленько. У него есть стол со всякой посудой, есть кроватка, есть маленький камин. Понятно, что всё это дело не раскрашено, но, с другой стороны, никто не мешает вам это дело раскрасить и доработать. Основная детализация здесь везде сделана. Корни прорисованы, камушки, болото покрашено. А чего вам ещё надо в такой ситуации? Так, верну крышу пока. Ещё как-то работает... Функция должна работать с этим крокодилом. Только я не совсем понимаю, как. А-а-а, я понял. Она работает значительно примитивнее, чем я предполагал. Да. Она, короче, не открывает пасть крокодила, она будет выталкивать отсюда R2-D2. Ну что ж, чтобы полностью окунуться в мир этой постройки, нам нужно достать ещё фигурки, чтобы можно было всё это дело заценить. И в отличие, кстати, от предыдущих, здесь вот корабль будет непосредственную роль играть. Так, Йода. Люк. Люк Скайуокер. Так, Люки мы вынем потом. Вейдер. Ну давай, Вейдер, вылезай. Чё-то эти ребята вылезать не хотят. О, Оби-Ван вылез. R2, давай. R2 вылез. Так, а знаете чё? Я, пожалуй, наверное, Люка... А нет, всё, вынул. Хотел сказать, выну за кадром, а я их и так вынул. Так, сейчас осталось Вейдера выцепить отсюда. Ну, товарищ Вейдер, пожалуйста, выходите. Выходите, это милиция. Так, что же касается кораблика, то выну я его за кадром, потому что его трудно вынимать. Всех этих ребяток мне удалось вынуть без каких-либо повреждений, что не может, соответственно, не радовать. Итак, давайте начнём с самого маленького персонажа. Так, где бы мне тут, о, поймать фокус? Вот такой R2-D2. Кстати, в данном случае детализация и прокраска у него значительно хуже, чем у предыдущей версии. Уж не знаю почему, но здесь они как будто не старались. Конечно, пытались, пытались сделать, но прокраска хуже. Далее, Люк Скайуокер. Ой, Люк похож на какого-то Ивана Дурака. А нет, извиняюсь, он похож на известного немецкого художника, потому что у него такие усики, вот смотрите, вот у него такие усики здесь под носом, прям... Как будто это не Люк. Или как будто это какой-то Люк Скайуокер из Германии 1939 года. Но в плане детализации, одежды, проработки складок, он очень здорово сделан. То есть, к этому вопросов нет. Далее у нас Оби-Ван. Оби-Ван Кеноби прозрачный. Он, надеюсь, призрак. Жалко, сделали его не синим канонично, ну или не белым хотя бы. В данном случае он как будто состоит то ли из мёда, то ли из леденца, то ли из пива. То есть, это пивной призрак, возможно. Он должен быть прозрачный. Лучше бы сделали его просто прозрачным беленьким. Вейдер здесь гораздо круче, чем предыдущий. У него офигенская поза, и у него гораздо лучше детализация и проработка. Даже шлем здесь проработали ему хорошо. Слушайте, Вейдер шикарен. Йода, сидящий на камушке. Кстати, Йода тоже отличный просто. Мне получится ещё немного приблизить, интересно. Но вот это максимум того, что я могу в плане приближения вам показать. Смотрите, как здорово он прокрашен и проработан. Офигенный Йода. Ну и последняя вещь, это вот такой вот X-Wing. Он абсолютно, вот ни на граммулечку не отличается от предыдущего, то в точности такой же. Ну это, наверное, даже и хорошо. Да, снизу у него вот такое крепление, как раз таки для того самого игрового элемента есть. Ну и осталось нам расставить всё это дело вот сюда. Во-первых, мы помещаем X-Wing вот сюда. Он у нас будет подниматься из болота. Далее, мы Вейдера... А здесь можно как-то это дело? Никак, да? То есть нам Вейдера надо в дупло засунуть. Вейдер, залазь в дупло. Он как бы там должен вот стоять. Но, блин, это очень непросто сделать. Вот, вроде попал. Вот так Вейдер у нас в дупле стоит, и его надо повернуть. Далее, R2-D2 нужно засунуть вот сюда вот. Вот сюда в рот этому крокодилу. Люк у нас стоит и пытается поднять корабль, допустим, вот здесь. Призрак Оби-Вана стоит здесь. И такой вот типа Йода на камне сидит. И палец, что там делает Оби-Ван. В общем, вот такая у нас сценка получается. Ну, кстати, вот с фигурками она довольно живенько начинает смотреть. Смотреться. Если добавить сюда еще реально какого-то террейна, проработать все это дело, мне кажется, будет вообще потрясающая вещь. Итак, давайте же попробуем всем этим делом поиграть. В первую очередь нас должен змей выплюнуть R2-D2. Так, я сейчас немного приближу. Жмем кнопку, точнее бьем по кнопке и... Ну, почти. Давайте попробуем еще раз. Так, надо задвинуть ее подальше. И... Во, прикольно выглядит. Он, правда, не совсем в нужном направлении. Вылетает. Но это забавно. Окей, это... Во! Зашибли люка Скайуокера. И на этом можно было бы заканчивать фильм. Как бы все. Ну ладно. Допустим, R2-D2 мы вынули. Теперь нам нужно поднять из воды Икс-Винг. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-пам. Это было проще, чем мне казалось. Ну, и в неожиданный, в самый неожиданный момент появляется Дарт Вейдер в дупле. Па-па-па-па-па-пам-пам. А, нет. Пам-пам-па-пам-пам-пам-пам. Хотя нет, это Red Alert. Короче, появился Дарт Вейдер в дупле. Вот. Его потому, что задуплили. Такие вот дела. Ну и, конечно же, при желании все это дело можно составить в домик. Допустим, пришел Вейдер. Такой типа, ребята, а у вас есть чай? Они говорят, есть. А он темный? Они говорят, темный. Ну, тогда я с вами буду пить чай. Люк Скайуокер пошел спать около камина, потому что он очень устал. Потому что ему в щи прилетела R2-D2. R2-D2 обратно пошел впасть к динозавру, к дракону. А Йода решил сидеть на горе. Он построил себе гнездо и решил сидеть на горе. Таким образом они проводили вечера на планете Дагоба. Ну, вы помните, это же все в фильме было, что я вам пересказываю. В общем-то вот, это был, видимо, последний наборчик из этой линейки микромашинок, который у меня вообще на обзоре был. Я не знаю, если мне какой-нибудь сервис доставки из Америки там напишет, то я постараюсь что-нибудь еще по микромашинкам с eBay заказать. Вот не по Звездным Войнам даже, а просто по микромашинкам. Но пока это все. То есть больше у меня ничего нет. И надеюсь, вам было интересно хотя бы посмотреть на то, что было. Я надеюсь, что вы лайком своим это видео поддержите, подпишитесь на канал, чтобы вы новые видео не пропускали и, конечно же, комментарий напишите. На этом все. Вы смотрели канал Тойстер и распаковку и обзор старенького, буквально раритетного набора микромашинки Star Wars по планете Дагоба. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok